давайте мы разберем домашнюю работу во первых там была такая задача там была такая задача что ранг произведения матриц он меньше либо равен минимума из рангов обеих этих матриц так вот кто-нибудь может рассказать в чем тут идея как как это можно было бы получить ну там можно рассматривать демонстрацию не включил секунду так вот да что слушай можно рассматривать отдельно расписать произведение как строку на столбец и каждую строку получившейся матрицы можно получить как строку исходной матрицы умножить на давайте мы напишем значит а и т да пока это нет не так не произведение произведение в нем эту строку и что мы говорим вот и это это получается а и т строка умножить на матрицу b да я на поэтому если в общем набор строк какой-то в обе линии на независим то и в матрице а он тоже будет линии независим потому что можно матрицу b вынести за скобку и получить что обращается да можно так можно вот и получить что обращение в ноль возможно только при обнулении всех коэффициентов и а в случае с матрицей b то надо аналогично со столбцами поступить мы уже получим что и ты столбец матрицы а b это матрица а умножить на и ты столбец матрицы б ну давайте я напишу здесь житы чтобы разные индексы значит это а умножить на столбец матрицы b но только только я тут не совсем понял еще раз значит вы утверждаете что если как какой-то набор столбцов матрицы а б линейно независим да да можно выписать линейную комбинацию например да если хорошо значит допустим альфа 1 1 1 да вот так можем все такую комбинацию не обязательно будет первый какой-то столбец это будет какой-то любой столбец то есть не обязательно первый любой набор нет я понимаю но просто если вы берете любой набор то вы всегда можете в этот набор добавить но только вот лишнее с коэффициентами 0 правильно да да хорошо не совсем так значит что вы утверждаете что альфа 1 на c1 да давайте так пишем альфа 1 на а b и и 1 давайте вот так напишем плюс а b и кт да вот предположим что этот этот равно из того что это равно нулю следует что все альфа 1 так далее альфа к ты равны нулю тоже что это набор линия независим тогда что вот теперь тогда это можно преобразовать как альфа 1 а и 1 да плюс так далее плюс альфа к умножить на а с индексом и к и все это умножается на b да правильно да и если предположить что виктор векторы ой строки а и 1 а и к линейно зависимы то найдутся альфы так что обращается в ноль нетривиальная линия комбинация будет так что обращается в ноль но поскольку это умножить на матрицу b все еще останется ноль вектором то этот же набор коэффициентов подойдет для нетривиальной линии комбинации вектор строк а б вот поэтому да из этого обязательно следует что строки тоже линия независимы в матрице а но давайте так из этого следует из этого следует а ну да то что строки обязаны быть при НИ независимы в матрице а да ну то есть для каждого для каждой или независимой системы строк матрица бы мы подобрали линию независимую систему строк матрица а у которой столько же столько же элементов правильно такого такой же мощности мы подобрали независимой системы страх соответственно ранг матрицы а б не превосходит ранга матрица да с этим я согласен это хорошо это хорошо да были ли еще у кого-нибудь не ну какие-нибудь отличающиеся от этого решения сказали что можно так что то вы пропали алёй алёй так ну ладно человек пропал куда-то да я так понял короче говоря давайте я вам еще вот еще один вариант расскажу того что можно было бы здесь применить давайте мы как раз возьмем вот это вот да возьмем вот это и посмотрим что что житый столбец произведения матриц а.б. он есть матрица а умножить на житый столбец матрицы б правильно ну вот а вот отсюда давайте я вот сюда переведу что следует что житый столбец произведение матриц а.б. он есть что такое он есть просто что такое матрица а умножить на какой-то столбец просто взять линейную комбинацию столбцов матрицы а с вот с этими коэффициентами которые в этом столбце записан соответственно мы можем сказать что вот этот житый столбец произведения он просто лежит в линейной оболочке всех столбцов матрицы а ну допустим сколько там было столбцов ну пусть их н штук там было любой столбец матрицы матрицы а.б. любой столбец матрицы а.б. он является линейной комбинацией столбцов матрицы а вот это вот важный момент ну а теперь а теперь сюда что следует что конечно же столбец значит мы такое можем написать про всякий столбец поэтому можно написать что линейная оболочка всех столбцов матрицы а.б. первый столбец и так далее а.б. ну какой-то там где там есть столбцы а ты допустим это линейная оболочка содержится в той линейной оболочки а.б. с этим вы надеюсь согласны да а тогда что тогда что отсюда следует а теперь заметим что вот здесь вот здесь размерность она в точности равна рангу матрица помним что альтернативная интерпретация ранга это что такое то размерность линейной оболочки столбцов или же линейной оболочки строк ой только я что тут написал размерность размерность не а размерность равна размеры странно рангу матрица а а вот здесь получается линейная оболочка столбцов матрицы а.б. соответственно ее размерность она будет уже равна рангу матрицы а.б. матрицы а.б. и что мы в итоге получаем что вот у нас есть одно подпространство пространстве столбцов есть другое подпространство пространстве столбцов они друг в друга вложены соответственно у нас есть соотношение между их размерности а.б. не превосходит ранга матрицы а. и аналогичное рассуждение тоже можно провести его вот в этом случае когда мы рассматриваем со строками насчет это строка матрицы а.б. она будет просто линейной комбинацией строк матрицы b соответственно точно такое же можно про соотношение выписать и про так сказать аналогичным аналогичным можем выписать соотношение на соотношение которым участвует ранг матрицы b ну все выписали и тогда раз она ранг произведения не превосходит каждого из этих рангов то тогда он не превосходит их минимум хорошо если какие-то вопросы если есть какие-то вопросы по этой задаче пожалуйста задавайте если нет то я сейчас посмотрю еще что-то я хотел там обсудить так а если вообще еще желающие как обсудить какую-нибудь конкретную задачу из дизайн а что имелось ввиду в проскурякове 628 я вообще не понял у меня получился контрпример это что так секунду доказать что есть доказать что если к матрице а приписать все столбцы матрицы б с таким же количеством строк а то есть если мы выберем любую как бы исключим любое количество строк из матрицы б чтобы у нас было столько же это имелось ввиду да то есть мы так секунду если я правильно помню задание оно звучит так нам дана матрица а и дана еще матрица б с таким же количеством строк и теперь и там и еще известно что если мы к матрице а припишем любой столбец матрицы бету от этого ранг не увеличится тогда требовалось доказать что ранг не увеличится если мы все сразу столбцы припишем а все я понял я неправильно понял задание хорошо туда вопросов нет ну давайте я вам лучше поздно чем никогда но скажу что если у вас есть какие то вопросы по заданию если вот вы читаете вот этот вот берете задачник читайте там задание вы не понимаете что от вас хотят но вы напишите мне чтобы этот вопрос прозвучал не на семинаре заранее хотя бы если вы что-то не понимаете в условии вы пишите мне и может быть я действительно что-то ну как конкретно здесь я ошибиться не мог да это задача из задачника но бывает еще так что я сам какую-нибудь задачу формулирует там могу допустить ошибку а потом на следующем семинаре ко мне все приходят говорят мы не задачу не смогли решить потому что мы не поняли что там требуется ну поэтому ну странно какая-то ситуация да то есть если вы чего-то не поняли лучше заранее напишите чтобы прояснилось еще до семинара чтобы вы могли еще решить задачу успеть так хорошо еще какие-нибудь вопросы по домашней а можно разобрать седьмую 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 можно и нужно да я я хотел ее разобрать да да хорошо давайте разберем седьмую значит смотрите что нам дано что это а имеет размер 5 на 5 5 на 5 и известно что у нее ранг равен трем да какие значения какие значения могут быть у ранга а а плюс е так ну вот это вот условие хорошо кто-нибудь может сказать какие-нибудь оценки оценки на это значение есть какие-нибудь верхняя оценка 5 это очень верхняя оценка 5 совершенно верно давайте напишем сразу значит верхняя оценка 5 нижняя 2 это 5 а нижняя 2 да говорите нижняя 2 значит верхняя оценка 5 ну то есть смотрите тут идея в чем что вот надо пользоваться теми соотношениями которые которые мы с вами вывели на семинаре в прошлом раз смотрите ранг ранг а плюс б а в данном случае ранг а плюс е он не превосходит ранг а плюс ранг е ну это большое число до данном случае получается 8 поэтому верхняя оценка нам тут ничего не дает поэтому мы ее тут снижаем до 5 потому что ранг матрицы 5 на 5 не может быть больше чем 5 то есть вот это вот оценка получается тривиально правая оценка а как нам получить левую оценку что ранг от а плюс е это что такое это ранг с одной другой стороны это е плюс а мы тоже выводили оценку что в этом случае он ранг е минус ранг а больше балла это 5 это 3 до соответственно получается 2 вот такая оценка у нас выходит на ранг того что мы тут видим и теперь и теперь как ни странно что нужно сделать так это привести пример так это привести пример для каждого из этих для каждого из этих значений ранг ну вот давайте напишем например какую можно взять матрицу а чтобы получить ранг 5 так вот если бы как раз если бы вы все были оснащены планшетами да ну или хотя бы зашли все на доску вы могли бы как раз что-нибудь на этой доске пока пописать но хорошо у кого есть примерно на вот на вот этот вот случай на вот этот случай какой пример берем как бы единичную матрицу мы берем единичную матрицу на последние две строки нулевые сейчас мне хороший звук да да хорошо да например можно взять а равно 1 1 1 0 0 0 0 да смотрите если мы к этой матрице прибавим единичную то у нас получится опять на матрице у нее на первые три элемента на диагонали будут двойки а последние 32 элемента будут единицы действительно ранг будет 5 хорошо какой примерно ранг равный 4 там дальше можно постепенно единицы заменять на минус единицы и стяжать ранг отличная ранг у суммы отлично например в качестве а можем взять что 1 1 минус 1 0 0 да и тогда а плюс е будет что такое а плюс е будет 2 2 0 1 1 и как раз ранг у этой матрицы будет 4 ну и в общем ксения нам правильно сказал что теперь последовательно просто единички меняем на минус единички по одной равен 3 равен трем и как раз вот здесь можно взять 1 минус 1 минус 1 0 0 да я плюс е а плюс е будет равно 2 2 0 0 1 1 1 и ранг значит здесь ранг равен 5 здесь ранг равен 4 здесь ранг равен 3 ну и вы понимаете что мы точно так же можем сделать еще и ранг равный 2 уже заменит все единички на минус единички 0 0 0 1 1 ранг равен 2 ну все в общем это такая задача когда надо сначала сделать оценку правильную а потом на каждый случай привести по примеру и видим что у нас получается и до всяких случаях скажу вот такие задачи на экзаменах последние годы попадаются все время такого рода задачи вот эта вот задача она ну там ее модификация была на каком-то экзамене какое-то какое-то время назад так так здесь тоже ранг равен 3 если какие то вопросы по этой задаче вопросов нет ладно теперь меня еще интересует номер шесть меня еще интересует номер шесть так это был номер семь теперь давайте разберем номер шесть или вы хотите сказать что его все решили и разбирать не надо лучше разобрать конечно лучше разобрать вот нам дана матрица 1 0 1 минус 1 0 1 1 2 минус 1 1 0 3 1 1 1 2 1 ну вот такая матрица и мы берем всевозможные матрицы b ранга 1 и прибавляем их матрица вопрос какие значения может принимать вот такая комбинация сумма ранг суммы какие значения так ну кто решал или хоть какие-то продвижения есть значит первое что мы должны сделать здесь да еще раз скажите да верно да верно значит смотрите ранг матрица мы посчитаем и он получается равным чему конкретно он получается равным двум совершенно верно да поэтому теперь если у нас смотрите ранг матрица равен двум равен единице то тогда написать оценки так что то вас плохо слышно еще раз попробуйте сказать ранг суммы не больше трех не больше трех а в другую сторону какая оценка не меньше одного не меньше одного да смотрите вот давайте я на всякий случай еще раз проговариваю что если у вас если вам нужно оценить ранг суммы да то он с одной стороны не превосходит суммы рангов а с другой стороны он не разность ранга вот это вот всегда вам надо иметь ввиду соответственно вот такую оценку мы с вами получили и теперь дальше опять в этой задаче нужно на каждое значение на каждое из трех значений построить по примеру и теперь вопрос в том как эти примеры строить значит у кого какие соображения есть ну или кто делал расскажите что можно попытаться разложить матрицу через две матрицы ранга 1 и тогда будем искать пример такие но сначала когда ранг тоже равен двум это просто берем один из этой матриц равен ранга 1 и как бы проверяем еще раз к этой матрице правильно ранга 1 когда на 1 меньше мы просто берем опять же какую-то матрицу и изменяем плюс на минус 1 вот это будет 1 вычитаться будет ранг 1 и третье просто берем что-то что не как бы нелинейно выражается через предыдущие две верно абсолютно верно да вот вот это вот и есть самое оптимальное решение в этой задаче давайте я его сейчас пропишу да значит смотрите мы объяснили с вами что матрица а имеет ранг 2 поэтому ее можно представить в виде суммы а 1 плюс а 2 где каждая слагаемая имеет ранг 1 каждая слагаемая имеет ранг 1 вот это некая стандартная процедура мы эту процедуру в прошлый раз проходили на семинаре обсуждали соответственно мы считаем я считаю что вы умеете эту процедуру проводить вот а теперь а теперь а теперь два примера из трех строится очень просто допустим вам допустим нам нужен нужно ранг взять равный единице тогда мы в качестве b можем взять просто минус а2 и тогда а плюс b это есть а1 плюс а2 минус а2 значит мы видим что если это ранг равный единиц правильно если мы возьмем как раз одно из этих двух слагаемых это будет а1 и тоже в этой матрицы ранг равный единиц все как все как нужно теперь если нас интересует случай когда ранг равный 2 то тогда да правильная идея заключается в том что ну давайте б возьмем с каким-нибудь коэффициентом с каким-нибудь коэффициентом ну например 1 тоже вроде подходит коэффициент 1 1 тоже подходит ну в общем то да в общем то да давайте возьмем б равный просто а2 тоже ранг 1 я просто сейчас думал все ли коэффициенты подойдут у меня сложилось впечатление что любой коэффициент лишь бы лишь бы они не сократились после этого то есть можно взять а1 умножить на любой скаляр отличный от минус единицы а ну и от нуля еще чтобы сама матрица имела ранг 1 да нужно чтобы коэффициент был не 0 и нужно чтобы коэффициент был ранее не равен минус единицы чтобы не сократилось и вот тогда любое значение подойдет и тогда что он получает что плюс b равно а1 плюс а2 2 а2 и тогда что тогда будет ранг равен 2 ну почему он равен 2 почему он равен 2 потому что так я вот думаю но может быть может случиться так что там что-то сократиться может случиться так что там что-то сократится ну кажется нет то есть смотрите в матрице а1 все столбцы пропорциональны одному какому-то И в матрице А2 все столбцы тоже пропорциональны какому-то одному. Тут на самом деле, в общем случае, все-таки, мне кажется, возможно. Возможно получиться. Нет, эти же столбцы должны быть линейно независимы. Нет, смотрите, на самом деле у меня перед глазами сейчас я себе прикинул, что в принципе теоретически возможен такой пример, что А1 имеет ранг 1, и там какой-то один столбец и ноль. И матрица А2 тоже имеет такой же вид, но только какой-то другой столбец и ноль. Я не знаю, понятно ли я тут выразился. Вот первый столбец он какой-то, а все остальные нули. И тогда обе эти матрицы имеют ранг 1, а их сумма, она тоже будет иметь такой вид, тоже будет иметь ранг 1. Но на самом деле, конечно же, такая ситуация невозможна. А1 плюс А2 тоже имеет такой вид. На самом деле такая ситуация невозможна, просто если ранг исходной суммы, он у вас уже равен 2, то тогда вот такие патологии, они тут уже невозможны. Короче говоря, это я пытаюсь рассуждать в общем случае, просто избежав конкретных вычислений. А когда вам такая задача попадается на экзамене, то тогда вы что должны сделать? Ну, вы все посчитали, вы все разложили в сумму матрицы ранг 1, и теперь вот уже просто глядя на эти матрицы, как бы вам должно быть очевидно. Например, ну ладно, да, вот конкретно с конкретными значениями, конкретными матрицами там попроще будет. Там вот можно в явном виде показать, что да, если мы возьмем удвоенную вторую матрицу, то тогда там ранг тоже не упадет, он будет тоже в точности равен 2. Ладно, и если вы хотите ранг равный 3, то тогда вам надо взять еще какой-то столбец. b равно какой-нибудь a3 ранга 1, где в a3 присутствует столбец, не выражающийся есть столбец, не лежащий в линейной оболочке столбцов a1 и a2. Вот такой, если столбец вы возьмете, то там тоже, ну там тоже лучше смотреть, конечно, на конкретном примере, что там получается. Вот в конкретном примере вот такой столбец подбираете. Можете даже взять матрицу, где у вас не нулевой, только один столбец. Так проще всего будет. И вот такой не нулевой один столбец вы прибавляете, и там тоже простым вычислением показывается, что ранг подскакивает на единицу. Ну вот, это я вот на идейном уровне рассказал, как шестую задачу надо делать. Все, которые тут нужны, они прозвучали. Если есть еще какие-то вопросы, давайте обсудим. Если нет, то есть ли еще какие-то вопросы по домашней работе? Хорошо. В общем, вопросов нет, тогда давайте мы обсудим дальше. Дальше, какие у нас еще есть планы на сегодня. Вот сегодня на лекции был такой факт, что всякое подпространство в Fn есть множество решений некоторой однородной системы ленинг-хуравнений. Всякое подпространство, есть множество решений некоторой однородной системы ленинг-хуравнений, и типовая задача научиться составлять такую систему. Вот, как составлять такую систему? Ну, там на лекции был конкретный алгоритм, давайте мы его приведем тут. Значит, если у нас ваше подпространство U, например, это есть ленинная оболочка векторов B1, Bp, то тогда вы берете матрицу B, составляете из столбцов. Дальше берете систему B-транспонированной x равно 0, у нее берете FSR, A1 и так далее, АП, это набор, давайте скажем, набор А1, АП, это есть фундаментальная система решений для B-транспонированной x равно 0, и тогда U совпадает с линейным, с множеством решений системы как раз А-транспонированной x равно 0. Ну, опять-таки, А – это матрица, составленная из этих столбцов. Вот. Система. Значит, это то, как все выглядит в теории, и теперь давайте мы конкретно пример рассмотрим. Видите, количество векторов А может отличаться от B? Конечно. Ой, да-да-да, вы правы, вы правы, я тут не то написал, да-да-да, спасибо большое за уточнение. Конечно же, тут число векторов другое, вообще говоря, и здесь тоже. А1, А, А, Ку. Вот так. Здесь стерлось немножко. Короче, пример. B1 равно 1,1,0,2. B2 равно 3,-3,2,0. И, наконец, B3 равно 2,-1,1,1. Вот. Это даны три вектора вот в четырехмерном пространстве, да, и нам нужно составить однородную систему линейных уравнений, у которой множество решений, это их линейная оболочка. Значит, мы... Вот алгоритм, он такой формальный, и он нам говорит следующее, что давайте мы эти векторы запишем по столбцам, затем матрицу транспонируем и найдем FSSR для соответствующей однородной системы. Но, как вы понимаете, лишнее действие выполнять нам ни к чему, поэтому мы можем сразу записать... Вот эти вот векторы, они у нас уже даны по строкам, да, вот мы как раз запишем их в строки, и это сразу будет матрица B-транспонирована, которая нам нужна. 1,1,0,2. 3,-3,2,0. И 2,-1,1,1. Вот такую матрицу. Это уже будет B-транспонирована. Все, мы матрицу для системы составили, приводим ее к какому-то виду нам нужно, к улучшенному ступенчатому. Давайте попробуем. 1,1,0,2. Значит, что мы видим? Мы должны первую строку умножить на минус 3, прибавить ко второй будет 0. Дальше минус 6, что ли? 2, минус 6. Вроде так. Теперь первый строк умножаем на минус 2, прибавляем к третьей. 0, минус 3, 1, минус 3. Ну, сразу мы видим, что у нас тут происходит, да? Что третья строка получилась пропорциональна второй. Теперь мы можем это все... Давайте сразу первую умножим на 3 для удобства. 3, 3, 0, 6. Так что получается минус 3, 1, минус 3. Сейчас нам будет удобно все сложить. Складываем. Так, что тут получается? 3, 0, 1, 3, да? 0. А теперь уже можно умножить на минус 1. 3, минус 1, 3. Вот такая система у нас получилась. Ну, и теперь, и теперь мы можем выписать сразу общее решение, которое говорит, что, что 3, x1, это что такое? Это минус x3, минус 3, x4. А 3, x2, это x3, тоже минус 3, x4. и теперь мы готовы составить fsr, да? fsr. Как мы там делаем? x1, x2, x3, x4. Существуем табличку. Свободно неизвестно у нас x3, x4. x3 удобно взять равные, например, 3 и 0, давайте возьмем 3 и 0 и 0, 3. Итак, теперь, если x3 равно 3, то тогда 3, x1 равно минус 3, соответственно, x1 равно минус 1. Чему равно x2 при этом же значении? x2 равно 1. Так, теперь, если x4, а x4 можно не брать равным 3, x4 достаточно единицы взять, потому что там все кратно 3. Давайте x4 возьмем единицы. И тогда получится что? Что x1 у нас будет равно, опять минус 1 получается, а x2 будет равно чему? Тоже минус 1. Ну вот, и смотрите, фундаментальную систему решения мы с вами составили. фундаментальную систему решения мы с вами составили. Но, опять-таки, формальный алгоритм требуется нас, чтобы мы вот эти вот решения сначала записали по столбце матрицы А, а потом при выписывании системы эту матрицу обратно транспонировали. Конечно же, нам делать этого все не нужно, поэтому мы просто сразу выписываем ответ. Ответ. Итак, линейная оболочка исходной системы векторов задается как множество решений, ну или как можно задать, как множество решений, вот такой системы. Минус x1 плюс x2 плюс 3x3 равно 0 и минус x1 минус x2 плюс x4 равно 0. Вот такая система получается. ну и заодно можете проверить, что действительно там вот эти все значения, вот эти все значения, вот эти все векторы, они действительно являются решениями вот этой системы. Это, так сказать, для самопроверки. Вот если вам где-то попадается такая задача для самопроверки, вы быстренько можете прикинуть, правильно ли это у вас случилось или нет, просто поподставляв эти векторы вот в эту систему, убедившись сюда, все сходится. Так, ну смотрите, это был вот такой простенький алгоритм. Я тут ничего содержательного больше не вижу, то есть вот простенький алгоритм посмотрели. Если есть какие-то вопросы, давайте мы еще что-то обсудим, а так пойдем дальше. Ну ладно, вопросов нет, продолжаем. Теперь давайте мы разберем тему про описание базисов, про описание всех базисов в н-мерном пространстве и вот эти вот все переходы от одного базиса к другому и как там еще меняются координаты. Ну, в общем, смотрите, если у нас e1 и так далее, en, это базис, это базис, какой-то базис в пространстве v, которое имеет размер, скажем, n. Ну вот, если n векторов в базисе, то тогда размерность равна n. Ну и наоборот, если размерность равна n, то там в любой базис должен содержать ровно n элементов. Теперь, если у нас v, это какой-то вектор, то тогда этот v можно единственным образом в виде линейной комбинации вот этой системы векторов. И все x-ы, но это будут какие-то скаляры, они называются координатами. Значит, x1, x1 и так далее, xn – это все координаты. Хорошо. Значит, как это формально называется? Координаты вектора v в базисе e1e и так далее, ну или координаты вектора v по отношению к базису e1e. Там по-разному можно говорить. Хорошо. Теперь следующий вопрос, который тут возникает, и давайте я проговорю, как там все было на лекции. Мы интересуемся тем, какие еще бывают базисы в пространстве v. Ну так вот, если мы зафиксировали один базис, e1en, то тогда любой вектор в нашем пространстве через эти векторы выражается, через этот базис выражается. Поэтому, если у нас есть какой-то другой базис, то он, во-первых, обязательно должен содержать столько же векторов, то есть n, а во-вторых, все векторы этого базиса нового должны через старый базис выражаться. И вот сам факт выражения каких-то векторов нового базиса через старый, да, это он выражается вот в таком соотношении. Давайте, если e1 штрих и так далее, e1 штрих, это еще какие-то векторы. Вот n векторов мы взяли. Теперь мы можем взять этот набор векторов и его выразить через исходный набор при помощи какой-то матрицы С. Давайте проговорим, что это означает реально. Реально это означает, что как относиться вот к такой записи, как относиться к такой записи, что С — это у нас обычная матрица со скалярами, а вот e1, e, n — это не уже, а вот реально какие-то конкретные объекты — это векторы, да, и здесь тоже векторы. Ну вот утверждение о том, утверждение в том, что если у вас там в произведении матриц только одна матрица, состоящая из векторов, то там, в общем, все действия с матрицами, которые мы умеем делать, ну или все свойства, конкретно здесь нужно свойство ассоциативности еще. В общем, оно тоже выполняется, тоже можно показать, но нам это все не нужно. Ну не то, что нужно, ну не то, что не нужно, нам это нужно, конечно, но не будем тратить на это усилие, считаем, что да, это верно. В общем, вот так мы можем записывать и как эту запись правильно читать. Эту запись правильно читать так, что вектор e1, он есть произведение вот этой вот строки на первый столбец матрицы С, вектор e2 — это произведение этой строки на второй столбец матрицы С, ну и так далее. Да, и как раз вот здесь, как раз вот здесь давайте я напишу, что еще один стандартный способ записи, v равен x1, e1 плюс так далее, xn, еще стандартный способ записи, как e1, n умножить на как раз у нас столбец x1, как далее, xn. Соответственно, эти координаты вектора v, они записаны вот в этом самом столбце x1, xn. И теперь конкретно в этой ситуации координаты вектора e, и, 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 шты, их вот в этом самом старом базисе, они записаны в итом столбце матрицы С. То есть e, и, т, штрих — это есть произведение вот этой строки на итый столбец матрицы С. Соответственно, вот как раз в итом столбце матрицы С стоят координаты вектора e, и, т, штрих, вот в этом самом базисе исходном. Так, ну и ладно, значит, и какое там было утверждение? Утверждение, что вот этот вот набор векторов e1' и так далее, e1' — это базис, базис v. Базис v тогда и только тогда, когда матрица С не вырождена. Матрица С не вырождена. Ну и здесь я еще раз проговорю, что это как раз означает, что в каком-то смысле таком базисов в векторном пространстве разменности n их ровно столько, сколько есть всего невырожденных матриц размера nn. Вот такое вот правило. Ну или такое соответствие. Соответственно, тоже можно понять, что таких матриц вы можете напридумывать много разных, и большое количество, ну бесконечное количество таких матриц, их очень много. Соответственно, вот вы можете понимать, что базисов в пространстве размера стен их тоже очень много. Вот, а в этой ситуации, если e1' и n' уже базис, и он выражает срезысходный базис вот этой матрицы С, она тогда называется матрицей перехода. если e1' и так далее, e1' это базис, то c называется матрицей перехода. от e1' к новому базису e1' и так далее, e1' и так далее, e1' и так далее, теперь давайте мы обсудим какие-то совсем тривиальные вещи. Во-первых, если e1' и так далее, e1' и так далее, это исходный же базис, он же, то какова будет матрица перехода в этом случае? Вопрос к вам. Единичной матрицей. Да, оно будет, да, совершенно верно, c будет единичной матрицей. Теперь, следующий вопрос. От, если мы в обратную сторону хотим перейти, тогда какая матрица перехода? Обратная. Обратная. Хорошо, а теперь у нас от e1' и e мы перешли к штрихованному базису при помощи матрицы С. Тут матрица С, да. Затем мы от этого штрихованного базиса перешли еще к какому-то третьему базису дважды штрихованному. там была матрица D, то тогда какова матрица будет перехода от исходного базиса к дважды штрихованному? С умножить на D. С умножить на D, да, давайте мы запишем. Значит, смотрите, E1' и так далее, E' это что такое? это E1' умножить на D. А теперь мы E1' и E' выразим через исходный, тогда получим что? E1' умножить на CD. Соответственно, вот у нас с этого CD берем, получается, что действительно CD. Ладно, ладно. Теперь следующий вопрос. Если переставить в E1' и так далее, E1' переставить E и E' житые местами, то как, а при этом E1' и так далее, E1' оставить таким же, то есть ничего не менять. то как изменится C? Что с матрицей C произойдет? Значит, смотри, что я имею в виду? У нас есть вот исходный базис, да, а есть еще новый базис E1' и E' и вот между ними какая-то матрица перехода. Теперь вопрос в том, что давайте я вот в исходном базисе E' и E' поменяю местами. Спрашивается, а что тогда произойдет с матрицей перехода от вот этого базиса вот к тому же самому штриховому? Итые житые строки поменяются местами? Да, да, верно. Итые житые строки значит в C поменяются. Итые, и житые строки. А теперь вопрос. Понятно почему? Понятно почему? Объяснение очень простое. Потому что в этом случае, вот смотрите, вы когда векторы выражаете, когда векторы выражаете, V равно X1, E1 плюс так далее, X, N, E, да, вот каждый вектор нового базиса вот так выражаете. Теперь, если вы итые, ижитые векторы поменяете местами, то тогда вот в этом самом выражении у вас итые, ижитые координаты поменяются местами. Но поскольку в матрицу перехода вот эти координаты записываются по столбцам, это означает, что в каждом столбце у вас итые, ижитые координаты поменялись местами. Это в каждом столбце так произошло. Соответственно, по всей матрице вы проходите, вы видите, что на самом деле просто итые, ижитые строки в этой матрице поменялись. Хорошо. Следующий вопрос. Что? Да? Комментарии? Вообще, по идее, там есть матрица, которая квалификает на элементарном преобразовании столбцов второго вида. И мы можем получить прежнюю систему, просто домножив справа на нее. И потом, когда мы рассмотрим на цель, она будет сверху. Давайте мы сделаем вот что. Возьмем матрицу S. Это матрица перестановки строк. Ну, или там столбцов 0, 0, 1, 1, 0. И там житыми местами вот такая матрица. И тогда вот это все ваше... S-1 будет равно чему, кто знает. То есть я возьму вот такую матрицу, чему будет обратная к ней? Равно. Ну, вопрос очень простой, потому что, смотрите, что такое? Эта матрица, она отвечает за перестановку строк. Соответственно, если вы ее умножите на какую-то матрицу слева, то в этой матрице переставятся строки. Но эта операция, перестановка строк, она инвалютивная. Это означает, что если бы еще раз эту же операцию проделать, то ничего не изменится. То есть все вернется на прежние места. Соответственно, это как раз и означает, что S квадрат, S квадрат – это просто E. А раз так, раз S квадрат равно E, значит, S минус 1 просто совпадает с S. Тут все, больше ничего нет. Так и вот, вот это можно записать как E1 штрих, так далее, E, N штрих. Оно с одной стороны у нас равно E1, так далее, E, N умножить на S. С другой стороны, вот это же можно переписать как? Если мы меняем местами два вектора в системе E1, E, N, то это означает, что мы справа умножаем на S. Как раз вот переобразование столбцов мы делаем как бы. Но раз мы умножили на S, значит, надо вернуться, значит, надо S минус 1 тут же вставить. Тогда получится так, что вот это вот, смотрите, вот это вот переставленный базис, вот то, что E1, E, N умножить на S – это переставленный базис. А это вот как раз матрица перехода нового к новому базису, вот этого модифицированного. Но S минус 1 равно S, поэтому все это получается как? E1, так далее, E, N, S, а потом еще раз умножили на S, и получилось вот так. Ну вот, а и получилось, что матрица перехода от модифицированного базиса к новому, она будет равна SC. И что это значит? Это означает, что мы C-матрицу умножили слева на элементарную матрицу, соответственно, просто переставили ИД и ЖД. Точно так же вы можете прикинуть, что получится, если в новом базисе E, N, E, G, N штрих переставить местами два вектора. Что получится? Давайте мы усно скажем. То есть мы сейчас разобрали, что если в E1, E, N переставить какие-то два вектора местами, то тогда в C поменяются местами ИД и ЖД строки. А теперь, если мы E1, E, N трогать не будем, а в E1' E, N' поменяем местами какие-то два вектора, что произойдет с матрицей С? И это из этой струкции поменяться местами? Ну, конечно, да. Вот опять-таки в терминах вот этого соотношения, это что означает? Что мы E1' E, N' умножаем просто на S, вот эту вот самую матрицу, но тогда и C умножается на S справа, а раз C умножается на S, получается что? Что мы выполняем элементарное преобразование столбцов. Ну, ладно. Так, это вроде понятно. Надеюсь. И теперь вот там еще была формула, что если у нас... Вот. Если в этой ситуации... В этой ситуации... Если в этой ситуации берете вектор V, разлагаете, раскладываете по одному базису, а затем раскладываете... Ну, не то, что затем раскладываете, просто рассматриваете, что у нас есть разложение по одному базису, и есть разложение по другому базису. И вот тогда в этой ситуации есть простая связь. Есть простая связь между столбцами координат, а именно X1, XN равно С умножить на штрихонный столбец. Вот такая связь между координатами. Значит, еще раз хочу сказать, что если у вас вот такая связь между базисами, если у вас два базиса связаны между собой матрицей и переходят С, то тогда координаты одного и того же вектора в этих самых базисах они тоже связаны при помощи той же самой матрицы С, но вот такой уже формулы. И здесь всегда надо помнить о том, что штрихи стоят по разные стороны однако равно. Это вот такое мнемоническое правило, как вам запоминать. Соответственно, если вам нужно пересчитать координаты от исходного базиса к новому, то предполагается, что вот эти координаты, допустим, вам даны, матрица перехода к новому базису дана, а вот эти координаты вы хотите найти, то все сводится просто лишь к решению некоторой системы линейных уравнений. Вот давайте мы сейчас быстренько парочку задач на эту тему разберем. Соответственно, 1, 2, 1, вот даны векторы E1, 1, 2, 1, E2 равно 2, 3, 8 и E3 равно 3, 8, 2. Значит, и дан еще вектор какой? О, это я не то написал, секунду, это следующий номер. Так, не то написал. В каком странном порядке меня стирает? E1 равно 1, 1, 1, 1, E2 равно 1, 1, 2, E3 равно 1, 2, 3 и есть вектор x равен 6, 9, 1, 4. Вот вопрос доказать, доказать, что E1, E2, E3 базис и найти координаты вектора x в этом базисе. Ну, что тут делать? Кто понимает? Значит, это очень простая задача, поэтому быстренько давайте проговорим, что мы тут должны сделать. Кто понимает? Как нам сразу оптимально ответить на оба вопроса? В общем, смотрите, у нас пространство мерно и тут как раз даны три вектора и про них спрашивается доказать, что это базис. Значит, нам надо, чтобы показать, что это базис, нам достаточно проверить, что вектор Ленина независим. Соответственно, мы просто выписываем все по столбцам 1, 1, 2, 1, 2, 3 и допустим, мы сразу докажем, что Ленин независима, а потом раз оно Ленина независима, нам надо будет все равно решить вот эту систему. Чтобы найти координаты, нам надо будет решить систему с такой матрицей и что? И вот мы ее приведем к такому виду. Ну, тут просто решение сразу угадывается. Вид будет вот такой, 1, 2, 3. И мы видим, что, да, вот у нас эта Ленина независима, если у них ранг равен 3, соответственно, видим, мы привели это к единичной матрице, все как положено, и вот у нас как раз выражение 1, 2, 3. То есть х равно 1 умножить на е1 плюс 2 умножить на е2 плюс 3 умножить на е3. Вот координат 1, 2, 3 это координат вектора х вот в этом новом базисе. И еще одна задача на эту тему. 1, 2, 1. Даны, в общем, одна система вот такая дана. 2, 3, 8. 2, 3, 8. 3, 8, 2. И дана другая система. 3, 5, 8. 5, 14, 13. 1, 9, 2. Ну вот. И теперь вопрос в том, что доказать, что это базисы в F3 и найти матрицу перехода. Найти матрицу перехода. к F3 вот так. Вот так задача формулируется. Значит, смотрите. Тут, опять-таки, для того, чтобы проверить, что оба эти являются базисами, ну, надо проверить, что вектор или не независим. Значит, давайте мы просто первые поставим в матрицу 2, 3, 8. Вторые. 3, 8, 2. Третьи. Дальше возьмем матрицу B. 3, 5, 8. 5, 14. 1, 9, 2. Ну вот. И теперь, смотрите, у нас надо проверить, что все эти три матрицы, все обе матрицы имеют ранг 3. Ну, это мы, допустим, проверим. А затем надо найти матрицу перехода. А как нам найти матрицу перехода от одного к другому? Тут матрица перехода на будет как? Первый вектор B это 3, 5, 8. Он есть А умножить на какой-то столбец. Этот столбец как раз есть первый столбец матрицы С. Второй вектор матрицы B 5, 14, 13. Это матрица А умножить на второй столбец матрицы С. Ну, короче говоря, у нас получается вот такое матричное соотношение. И в итоге С. С это решение. матричное уравнение AX равно B, как вы видите. И в этом случае мы такие уравнения сами решать умеем. Знаем, как тут все надо делать. И это все вы сделаете. И просто я хочу сказать какую-то вещь, что когда вы будете решать это матричное уравнение, то есть вообще-то если вы хотите решить эту задачу, вам можно не проверять отдельно, что эти системы или иные не завистили. Вы можете поступить следующим образом. Вы можете составить вот это матричное уравнение, вам ведь все равно надо матрицу переход найти. Вот в этом матричное уравнение составили. Дальше вы его начинаете решать. И по ходу дела у вас уже выясняется, какой ранг у матрицы а. То есть если ранг меньше трех, то тогда у вас либо решения не будет, либо решение будет не единственное. Это сразу отметает. Но давайте так, если вдруг выяснится, что ранг меньше трех, то тогда все, это не базис, и тогда задача закончилась. А если ранг равен трем, то тогда вы эту матрицу приведете к единичной, и затем у вас уже из той матрицы будет видно, как вторая система векторов выражается через первую, и единственное, что вам останется проверить, это все-таки проверить, что ранг равен тоже трех, вот у матрицы B тоже ранг равен должен быть трех.